Библейский портал экзегет.ру представляет Храм 7, напомню, в предыдущей главе свой 13, то есть приоритеты были такими. Он построил дворец из ливанского дерева в 100 локтей длиной, 50 локтей шириной и 30 локтей высотой. Заметим, что он был побольше храма, но понятно, что царский дворец, он вмещает много разных помещений, не только же этот дом для жизни царя, это еще и всякие церемониальные правительственные комнаты. Четыре ряда кедровых столбов поддерживали кедровые балки. Поверх балок были насланы кедровые доски, 45 балок по 15 в ряд. Окна шли тремя рядами, по три окна рядом. Все отверстия были квадратными и были расположены одно напротив другого, по три рядом. Мы не очень представляем себе эту конструкцию, но в общем, понятно, что были балки, столбы, доски, окна. Сделал он и притвор с колоннами в 50 локтей длиной и в 30 локтей шириной. Перед колоннами было крытое пространство и крыша опиралась на них. Там он устроил и тронный зал, где он вершил суд. Он назывался зал правосудия и был обшит кедром от пола до потолка. А помещение, где он жил сам, было еще дальше. Оно было устроено подобным же образом. И помещение для дочери фараоновой, которую он взял с жены, было устроено так же. У него жен было много, но вот одна фараонова жена ее просто так не поселишь в сельской такой избушке. Нужен ей дворец, хотя бы напоминающий о роскоши египетского двора фараона. Соломон и храм Господень построены довольно похожим образом. Из похожего материала и идея одна и та же. Но храм Господень это и есть дворец, в котором обитает символически, конечно, Господь. И вот про храм дальше гораздо подробнее. Его архитектура была в прошлой шестой главе, а здесь про утварь. Царь Соломон призвал через послов храма из Тира. Тот был сыном вдовы из племени Нафалима, а его отец был летельщиком бронзы из Тира. Тир – это финикийский город, но с ним все время союзнические отношения, поэтому, хотя они, кажется, и язычники, но они активно участвуют в этом всем. Он был разумен и привычен ко всякой работе по бронзе. Тем более, что израильтяне, на самом деле, довольно отсталый в технологическом отношении народ, для своего времени отсталый, и, соответственно, нужны передовые технологии. Так он прибыл к царю Соломону и взялся за свою работу. Он отлил две бронзовые колонны, 18 локтей высотой, в 12 локтей обхватом каждая. Отлил он и две бронзовые капители на верхушке обеих колонн, пять локтей высоты было в одной капители и пять в другой. Капители на верхушках колонн были украшены искусственным плетением из цепочек, семь на одной колонне и семь на другой. Он сделал изображение гранатов, два ряда вокруг каждого плетения, что на капителях поверх колонн, и то же самое сделал на капителе другой колонны. То есть там были какие-то цепочки, семь, очевидно, они опоясывали, да, и между рядами цепочек были изображения гранатов. А капители, венчавшие колонны притвора, изображали лилии и были в четыре локтя высотой. На капителях же тех двух колонн над выпуклостью, которая подля плетения цепочек, только не спрашивайте мне, что это такое, я переводил, но это безнадежно трудное описание какой-то подробности этих самых литых колонн. Рядами были расположены 200 гранатов и также на капитале другой колонны. Эти колонны поставили в притворе храма, то есть что справа наречено было имя Доутвердит, а то есть что слева здесь мощь. Интересно, что колонны имеют имена. Вот никогда мы такого не видели, чтобы колонны имели имена. А с другой стороны, в Москве есть такая станция Площадь революции, где статуи всяких разных персонажей 30-х годов. И народ к ним обращается, потому что там труд нос собаки, что-то еще делают. Вот какая-то такая, ну скажем так, сила архитектурных деталей, что с ними начинают люди общаться. Вот с колоннами, кажется, тоже общались. Причем я бы не назвал это язычеством. Вряд ли это вообще распространенные обычаи, скажем, тереть там какую-то статую студентам перед экзаменом или что-то еще такое делать. Может быть суеверие, но тем не менее вот ощущение, что детали архитектуры, они несут какой-то вот свой смысл. Это не просто, ну чтобы крыша была над головой, да, и стены от ветра защищали. Но вот выражение какой-то идеи. И колонны в храме выражали идеи, да, утвердит и здесь мощь. С одной стороны, что да, вот здесь что-то очень мощное и крепкое, а с другой стороны, Господь утвердит. Не просто само по себе оно такое. Капитерия колонн были подобны лилиям, и так была закончена работа над колоннами. Также он отлил круглый бассейн под названием море. От одного его края до другого было 10 локтей, то есть диаметр 10 локтей. Высотой оно было 5 локтей, а в обхвате 30 локтей. Чему у нас число пи равняется? Вот если бы точно писал, то 30 локтей, а в обхвате 31,4, да, и дальше там много-много всяких цифр локтей. То есть мы видим, что Библия очень часто дает приблизительные цифры. 31 и 4, ну это 30, если округлить. Наверное, во многих других местах тоже мы видим не самое точное описание, просто вот округленное до того уровня, который нам интересен. По всей окружности ниже края были отлиты изображения плодов по 10 на локоть. Они были отлиты вместе с морем. Ну, то есть единое литье было, а не потом отлили и приделали. Оно покоилось на 12 быках. Три смотрели на север, три на запад, три на юг и три на восток, хвостами внутрь. На них и покоилось море. Его стенка была толщиной в ширину ладони, и край его подобной ободу чаши походил на цветок лилии. Оно вмещало 2000 батов. Соответственно, большой объем воды. Также он сделал 10 подставок из бронзы. Каждая была длиной в 4 локтя, шириной в 4 локтя и высотой в 3 локтя. Вот как были устроены эти подставки. Между рамками были поставлены щитки. И на щитках, что между рамками, украшения в виде львов, быков и херуимов. А под львами и быками висели венки. Тоже не спрашивать, как это выглядело. Вот просто какие-то, очевидно, такие штуки, на которые можно ставить чаши поменьше. У каждой из подставок были бронзовые колеса по 4 на одну подставку с осями из бронзы. И на каждой была чаша на 4 опорах, отлитых на каждой стороне вместе с венком. То есть там еще сверху, снизу были какие-то опоры. На них можно было поставить большую чашу. Сверху каждой подставки было углубление в локоть с круглым отверстием. Резьба была и по его кромке, так что всего получалось полтора локтя. Тоже довольно трудный текст, но вот здесь без чертежей безнадежно переводить, а чертежи не дошли. А щитки были прямоугольными, но не круглыми. Четыре колеса были под щитками, и оси колес присоединялись к щиткам. Высотой колеса были в полтора локтя. Колеса были устроены так же, как и колеса в колеснице. Их оси, а боди, спицы и ступицы были литыми. У подставок было по 4 рукояти, по одной выступало от каждого угла. Наверху подставки было круглое возвышение, также наверху были свои рукояти с опорами. На плоской поверхности рукояток и на их опорах он вырезал херувимов, львов и пальмы, где было место, а вокруг них венки. Так он сделал 10 подставок, отлив все из них по единому и единому размеру. Также он сделал 10 умывальниц, каждая из которых вмещала по 40 батов. Почему так много умывальниц, еще и море, то есть большой бассейн? А потому что представления о ритуальной чистоте требовали омовения и для священнослужителей, и для прочих участников ритуалов. Ну и, видимо, жертвы тоже каким-то образом должны были очищаться. Каждая была по 4 локтя диаметром и стояла на одной из 10 подставок. Он поставил 6 подставок на правой стороне храма и 5 подставок на левой, а море поставил справа, на юго-восточной стороне. Херам сделал умывальницы и лопатки, и чаши. Так Херам закончил работу, которую он делал для царя Соломона в Господнем храме. Две колонны с двумя чашевидными капителями на верхушке этих колонн, и два плетения, чтобы покрыть капители на верхушках колонн, 400 гранатов на эти плетения, чтобы пустить их по дворе, да на каждой чаше видны капители, что поверх колонны, и 10 подставок, и 10 умывальниц на подставках, одно море, 12 быков под морем, и горшки, и лопатки, и чаши. Все эти принадлежности Херам сделал царю Соломона для Господнего храма из полированной бронзы. Вот вам, пожалуйста, ведомость с перечислением всего, что есть, да, указанные и количество, и размеры, и материал, и заказчик, и изготовитель. Вот такой абсолютно финансовой отчетности документ из Древнего Ближнего Востока. Все очень подробно, чтобы путаницы никакой не было. Царь отливал их в земле и Орданской, в долине между Сукотом и Цаританом. Соломон оставил все эти бронзовые изделия без точного взвешивания, их было слишком много. Также Соломон изготовил все другие принадлежности для храма, золотой жертвенник и золотой стол, чтобы выкладывать на него хлебы присутствия. Стол, который стоял, он символизировал как бы стол для трапезы, поскольку храм это, в принципе, как бы дом Бога символический, то там есть стол, такой обеденный стол, на него выкладываются хлебы присутствия, в старых переводах предложения, но предложения не очень понятно. И вот этот хлеб, он находился в присутствии Бога. Потом его меняли через неделю, когда он черствел. Пять светильников из чистого золота с правой стороны и пять с левой стороны перед Девиром. Девир, напомню, это главное святилище, собственно, святое святых, и так его тоже называют. Золотые украшения в виде цветов и лампады, язычки, блюда, щипцы, чаши, подносы и кадильницы из чистого золота. Дверные петли из золота для внутренней части святого святых и для входных дверей в храм. Так была закончена работа, которую делал царь Соломон для Господнего храма. Тогда Соломон принес то, что было посвящено отцом его Давидом, серебро, золото и сосуды, и передал их в сокровищницу Господнего храма. То есть, смотрите, оказывается, еще Давид, он готовился к этому храму и заранее что-то делал. Ему Господь не дал возможности построить храм, но материал это можно было подготовить, утверд это можно было собрать. Вот что и было сделано. Но это подробности технически, а суть-то в чем? Вот об этом будет следующая восьмая глава.